Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мери Масаналы. Права техпаспорт. Теперь вместе с этими документами водителю в обязательном порядке нужно будет носить с собой и страховку. 7 февраля в стране вступает в силу закон об обязательном страховании гражданской правовой ответственности владельцев транспортных средств. О том, согласно ли с нововведением, кыргызстанцы узнавала Айтунук Нурдинова. Субтитры создавал Айтунук Нурдинова На ОСАГО, на обязательный вид страхования это будет влиять. Говорит заместитель генерального директора страхового компании АТН Полис Эрнис Абдекеев. Установлен срок. До середины апреля кыргызстанцы в обязательном порядке должны застраховать свое авто. Контроль на наличие страховки возложен на дорожно-патрульную службу. В случае отсутствия предусматривается административное наказание. В случае отсутствия такого документа, наш сотрудник будет принимать меры в административном законодательстве. Есть статья 244, где налагается штраф 500 сомов. То есть отсутствие документов, не имеющих при себе соответствующих документов. Машину ставим на штрафную стоянку. После оплаты штрафа выдаем машину со стоянки. Отмечает старший инспектор управления ДПС МВД Нурс Атабалдеев. Размер страховой премии сегодня еще обсуждается. И примерно будет составлять более 2000 сомов в год. Как отмечается, сумма страхового взноса за авто будет зависеть от характеристик автомобиля, от водительского стажа владельца. Чем выше стаж вождения, тем дешевле страховой полис. Минимальные тарифы, они сейчас на согласовании. Они должны в правительстве сейчас, если выйдут, то в среднем, ну, учитывая наши автотранспортные средства, что у нас миллион автотранспортных средств, в основном они куплены на вторичной рынке. Срок у них свыше 10 лет. И где-то мы в среднем считаем это от 2,200 до 2,5 тысяч. Ну, безусловно, большие машины, большегрузные джипы, у них тарифы намного выше будут. Не намного, но выше будут. Там есть коэффициенты, по которым исчисляются страховые тарифы. Это зависимости от объема двигателя, зависимости от стажа водителя, от машины зависит. Есть определенные условия к транспортному средству. И вот это все выливается в определенный коэффициент, соответственно, чем исчисляется страховая сумма, страховой полис, сумма страховой полиса. Начинаем эти вопросы, это связано с тем, что, может, с сезонностью вождения, да, некоторые предпочитают не ездить зимой. У нас где-то от месяца и выше есть определенные временные рамки, в соответствии с чем могут приобрести страховой полис. Заезжающие сюда, допустим, из других стран могут тоже оформить страховой полис на определенное время. Рассказал председатель государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Санджар Муканбетов. Страховые компании, с которыми можно заключить договор, на сегодня пока не определены. А всего в стране 17 страховых организаций. Лицензии двух сегодня приостановлены, 13 работают в полную силу. Как предполагается, около 10 из них будут заниматься гражданским страхованием. Эти компании, которые на рынке уже более 10-15 лет, имеют определенную историю. Именно они будут заниматься обязательным страхованием автомобилей. Мы сейчас повышаем минимальный уставной капитал вдвое. С 50 миллионов до 100 миллионов. У государственной страховой компании есть все ресурсы. К середине этого года уровень капитализации повысим до 150 миллионов сомов. В течение года будет еще наращиваться до 400 миллионов сомов. Это основные наши требования. Говорит член исполнительного совета государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Нурлан Байбусонов. Страховой полис защищает автовладельца от проблем в случаях дорожно-транспортных происшествий. Так как все чаще пострадавшие во время ДТП сталкиваются с такой ситуацией, когда не могут заставить виновника возместить сумму ущерба. А суды могут обязать виновников выплачивать убыток в течение нескольких лет. Как разъясняют сотрудники ДПС, если в произошедшем дорожно-транспортном происшествии виноват автовладелец, за нанесенный им ущерб вместо него расплатится страховая компания, у которой он купил страховой полис. В случае, если кто-то разбил его машину, ремонт ему оплатит страховая компания того человека, который въехал в него. ДТП совершается, можно в любом месте, где машина застрахована, из фонда получит соответствующий материальный ущерб. То есть по калькуляции она выясняется, сколько там ущерба наличлено, вот эту сумму можно получить из страховой компании. То есть там фонд создается, из фонда можно получить. Это везде практикуется, и в Российской Федерации практикуется. Нет необходимости потом бегать, судиться, это будет головного боли уже страховой компании. То есть два машины столкнулись, да, одна сторона виноват, другая невинова, да. Виноватая сторона, получается, будет страховая компания сами будет разбираться, как вызыскать на них ту сумму, которую они отдали тому лицу, которую машина застрахована. Поясняет старший инспектор управления ДПС МВД Нурс Атабалдеев. В случае дорожно-транспортных происшествий страховая компания максимально может выплатить только до 550 тысяч сомов. Из них 200 тысяч жертвам ДТП. 200 тысяч пострадавшим, 150 тысяч на восстановление авто. У нас есть служба аварийных комиссаров, они на место незамедлительно выезжают. Вместо гаишников, например, если никаких телесных повреждений нет, или никаких спорных моментов нет, да, или нет никаких летальных исходов в результате ДТП, наши аварийные комиссары выезжают на место и решают вместо гаишников, вместо ДПС, МВД, КР, все вот эти моменты. То есть мы определяем виновников, и если они согласны, мы выплачиваем пострадавшей стороне, например, допустим, если застрахован, например. Насчет жилья как? Насчет жилья тоже вот у нас есть оценщики свои собственные, они оценивают. Если та сторона не согласна, например, с нашей оценкой, они могут обратиться к независимым оценщикам. Отмечает заместитель генерального директора страховой компании АТН Полис Ернис Абдукеев. Осталось всего полмесяца, однако нововведение вызывает споры среди граждан. Вопросов больше, чем ответов. Большинство автовладельцев придерживается мнения, что страховка должна быть на добровольной основе. Если оплачивать в год около трех тысяч, в месяц получается 300 сомов. Это обязательно отрицательно отразится на карман простых граждан с учетом низкой заработной платы, поэтому я против. Недавно я столкнулся с неприятной ситуацией, моя машина была застрахована. Но когда после ДТП я обратился в страховую компанию, они под разным предлогом отказались мне выплатить положенную сумму денег. Однако в Госфиднадзоре поясняют, что законом дается гарантия защиты прав автовладельцев, так как со стороны Ассоциации страховщиков будет создан специальный фонд, куда будут поступать 1% от взносов. Если страховая компания обанкротится или виновник ДТП сбежит, ущерб будет возмещен за счет фонда. У всех есть определенная история, есть пруденциальные нормы, соответственно, с чем они должны предоставлять свои отчеты в нашу службу. Квартальные, месячные, годовые отчеты есть. Мы все рассматриваем все критерии на соответствии с текущим нормативом. И страховая компания, безусловно, при выполнении определенных критериев, она должна выплатить возмещение. Риск, безусловно, такой есть, но за соблюдением минимизирования этих рисков наблюдает как раз Государная служба регулирования надзора за финансовым рынком. В соответствии с нормативами создается фонд, где страховые компании будут отчислять определенные средства. При том, бывают разные случаи, связанные, допустим, скрылся с места происшествия, есть вопросы, связанные с страховыми компаниями, то здесь уже фонд, специальный фонд будет компенсировать за эту страховую компанию. Разъясняет председатель Государственной службы регулирования надзора за финансовым рынком Санджар Муханбетов. Готовность самих структур к обязательному страхованию автогражданской ответственности вызывает сомнение и у депутата Мирлана Бакирова. Он отмечает, что закон недоработанный и имеются пробелы. Я сейчас не уверен. Почему? Потому что мы рассмотрели данный законопроект, там нет конкретного положения, кто будет заниматься, как будет выплачиваться. Определяют там всего 500 тысяч, по-моему, если не ошибаюсь, и 150 тысяч будет максимальная выплата. Но это должно все быть положение правительства четко оправелено. Когда, в каких случаях гражданин будет получать от страховой компании средства. Поэтому у меня есть сомнение, что она будет работать в феврале месяц. Говорит народный избранник Мирлан Бакиров. В свою очередь юристы автовладельцам советуют быть особенно бдительными во время составления договора. Как говорится, дьявол кроется в деталях. Любая допущенная мелочь может послужить не в пользу автовладельца. Я могу посоветовать тем, кто будет страховать, очень внимательно читать условия возмещения ущерба. Если в условиях вы должны пользоваться сертифицированной сигнализацией, каким-то специальным топливом, каким-то специальной рулевой системой, и вы это не сделаете, компания страховая вам одного суммы даже не возместит. А законодателям ума только. Предупреждает юрист Владимир Плужник. Сегодня ОСАГО работает во всех странах ЕАЭС. Кыргызстан является единственной страной союза, где не принят данный вид обязательного страхования. Реализация ОСАГО дает определенный результат в этих странах, однако имеется и недовольство. В частности, некоторые автовладельцы сжалуются на проблемы при получении компенсации. Некачественным ремонтом авто в мастерских, сотрудничающих со страховыми компаниями, низкие выплаты и волокиты со стороны компаний и трудностях при оформлении ДТП. Однако на Западе эта система налажена. За благовременно и безопасность свое авто для граждан развитых государств давно дело привычное. Только так они могут быть уверены в завтрашнем дне. Айтунок Нурденова специально для ИВПР. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы ИВПР, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia.